Девушки отдыхают Но есть у деревьев название, есть у животных клички и есть у человека имя Имя это может быть короткое, может быть 4-5 сантиметров, я не знаю, я просто рассказывал Но самое главное, чтобы имя по звуку соответствовало отчеству человека От кого рождается ребенок, если в древности, когда рождался в какой-то день святых, то давали в честь святого Я против этого открытого, потому что мой весь труд за 25 лет в прошлом году я отмечал Статистика очень велика, неважно как именно Армянские, грузинские, азербайджанские, китайские, японские, татарские Не имеет значения, самое главное, что это имя личности Если по звуку, бывают наши астрологи, номерологи, начинают говорить Если р не будет, значит это будет сложность Не верьте им, можно с одним р, мира, и можно мира с двумя р Разницы никакой, все равно она будет мира Другое дело, какой характер у девочки будет с именем мира Вы понимаете и, наверное, знаете, что такое геном Все знают, да? Все знают, спасибо Так вот, через геном все передается от родителей к детям Если дедушки, бабушки были разведены, к примеру я все говорю То второе, третье поколение тоже будут разводы Верьте, не верьте, можете проверить Дело в том, что очень важно, чтобы имя по звуку с отчеством были совместимы То есть, вот это имя, это отчество, уже нельзя Вот Виктор Михайлович, вот он идет Петр Владимирович тоже Если Эдуард Кириллович, вы видите, Эдуард, звук и Кириллович Это уже все Это, вы понимаете, что происходит за счет вот то, что вы передали Или передадите своим деткам Поверьте мне, поверьте, что могут быть очень сложные ситуации Поэтому я благодарю руководителей Виктории и Николаев За то, что они меня пригласили Чтоб я вам рассказал правду А то на телевидении нельзя говорить правду Запрещают Да, вы знаете, это нельзя говорить Так вот, я вам рассказываю Что нельзя сегодня давать такие имена Анатолий, Игорь, Станислав, Вячеслав, Григорий, Александр, Яков, Семен, Антон, Игорь Это очень сложные потом отчества у детей Отчество это главное Геном, через которое все передается вам Детям вашим И вы не думайте, что если он бегает, если он моторный мальчик Это вы все ему передали Это вы были такими или бабушка, или дедушка Но все равно моторика, она передается Что передается по именам Все болезни Все, ну, например Наталья, все гланды, ангины и так далее Вот я книгу написал Имя, здоровье вашего ребенка Тут все написано Во-первых, Таня Неустойчивая нервная система Александр Неустойчивая нервная система Евгений Неустойчивая нервная система Елизавета Екатерина Вот я вам Вы не думайте, что я вру Вот сын спрашивает маму Почему ты ведешь как мужик Екатерины Они имеют Ну, что я сильное начало И вы понимаете Они настолько сложны Настолько сложны Что Вы понимаете Что угодить ей очень трудно Они бывают в нескольких браках Но я не виноват Во-первых, они пытаются руководить мужчинами Ну, например Женские имена Екатерина Екатерина Валентина Александра Валерия Евгения Елизавета Мария Таня Юля Яна Станислава Вячеслава Рима Руслана Вы понимаете Все эти имена Хорошие Я не против Но они сложны Потом браки будут Вы же будете По несколько раз Расходиться Сходиться Вы влюбляетесь У них механизм Влюбления И это влюбление Потом перерастает В какие-то определенные сложности Поведенческие Если Татьяна Николаевна Так она будет Очень властолюбивая личность Заставить И попытается Под себя Воспитывать мужа Бесповедно Как только Начинается Вот эта Тренировка Или такой Образ Жизни Мужчина Вы знаете Даже если он Очень мягкий Если он Очень ласковый Он поворачивается Уходит В другой Свете Потому что Его жена Начала Добить В течение Своих 30 лет Я набрал Статистику По каждому Имени По каждому Зарубежное Это имя Российское Имя Восточное Имя Написал Книги По Востоку На Востоке Не принято Такие книги Читать Хотя там Ничего Скверного Я не написал Я написал Характер Поведения Людей И звук Ряда Звукового Ряда По папе Так как И у россиян Но честно Говорю У нас Наших Древних Имен Нету Все Имена Востока Европы Если вы Слышали Такие Два Имя Павел И Петр Это были Близнецы Святые Очень Их Забили Камнями Они Погибли Вот потом Стали Давать Имена Эти Очень Сложная Когда У вас Родится Ребенок Вы Дадите Ему Павел Или Петр То Очень Важно Воспитание Воспитание Имени Человека Именно Вы Будете Обращаться Не по Отчеству А по Имени В раннем Действии Когда у вас Грудной Ребенок То Нужно Назовать Конкретным Именем Которое Вы Дали И Зафиксировали Медики Это Очень Важно И Нужно Не Говорить Витечка Васечка Вовочка Назовать Только Тем Именем Конкретным Тогда Ребенок Не будет Выходить Из Вашего Подчинения Вы Скажете Ну Например Оля Не ходи Не рви Цветы Вы Ей Сказали Тихо Спокойно Оля Пошла Спокойно И стала Рвать Или Стала Уши Выворачивать Собачки Или Кошечки Это Все Очень Важно Знать Или Когда Ребенок Царапает Вас Хотя Вы Мама Вы Ему Ничего Не Сделали Но Вы Должны Все равно Относиться С Большим Теплом Потому Что Рождение Ребенка То ли Он Желанный То Случайно Вы Забери Но Все равно Это Ваша Это Ваше Родное Редактор субтитров Корректор Субтитров